Итак, друзья, всем привет! Сегодня 29 августа 2020 года. Сегодня, друзья, у нас погода прекрасная. Я бы сказал, вообще жара стоит, пчелы летают. Куда летают, что несут? Ну, видно, немножко пыльцу подтаскивает. Но, друзья, видео сегодня будет о том, о моих раях. Два рая я тут как-то привез. Так они у меня стоят. Была непогода, дожди. Ну, сейчас время пришло. Есть время свободное. Я сейчас переселю эти два роя в один улей. Как я буду переселять, друзья, я вам покажу. В общем, это будет у меня объединение двух раев. Я сейчас кратко скажу. Один рой более такой тяжелый. Видимо, он более такой сильный. Ну, а другой послабже. Там, естественно, матки местные. Какие, я не знаю. Я их, наверное, отыскивать не буду. Ну, если попадутся, покажу. И какая матка там останется, та и будет у них в улье. Объединять, опять же, классически буду я, друзья. Далил немножко водички вот так вот. Здесь у меня есть спирт. Для запаха добавлю, чтобы... Ну, вот так вот достаточно. Немножко добавил спирта. Можно корвалол, капли туда. В общем, какую-то сделать пахучую жидкость. Вот уже запах ощущается спиртовый. Проверено. Эта жидкость работает. Сейчас мы будем скрывать наши раи. И объединять. Тщательно перемешиваем. Качаем. Ну, все. Агрегат работает. Итак, друзья, идемте. Будем скрывать раи и смотреть, что там в них. И будем объединять. Вот они, наши ловушки. Ну, видите, жарковато тут. Вентилирует. А вот это вторая ловушка. Тоже жарковато вентилирует. Это по весу ловушка полегче. А это у нас потяжелее. Ну, что ж, друзья. Принял с улей 16-рамочный. Сейчас начну с самой сильной семьи. Ну, сильно-несильно, но она тяжелая по весу. Сейчас постараюсь я ее переселить. Потом в ту семью. Пчелы уже стали здесь немножко путаться. В той ловушке больше пчелы летит. Потому что эта ловушка стояла здесь на улье. Летная пчела пошла в ту ловушку. Немножко дыма в литок. Вставил китайскую вот такую полоску прозрачную. Мне даже, друзья, самому интересно. Будет нет клещ, осыпанный внизу. Так как пчела местная, не забываем поддымить. Хотя сегодня погода хорошая. Жаркая. Ну, вот так вот мы можем наблюдать. Гнездо вот с этой, с правой стороны у них больше. Побелка тут. Печатка виднеется. Ну, а на последних рамках не так и много пчелы. Ну, сейчас порамочно все посмотрим. Ну, вот здесь пчелы мало. Рамка пустая. Потом эту пчелу стряхну с этой рамки. Ну, это первая рамочка тоже. Эту рамочку я ставить не буду. Пчелу потом стряхать буду с этих рамок. Ну, а тут чуть-чуть вроде как медок есть. Да, есть. Ну, вот эта рамка тяжелая. Эту рамочку я им оставлю. А вот наша матка. Матка не меченая. Вот она. То есть, я не видел матку никогда. Так что смотрите, вот она. Вот она. Отдельно гуляет. Вот она. Вот она маточка. В общем, надо побрызгать водичкой нашей. Будем формировать гнездо сейчас. Ну, вот такой расплод здесь. Ну, да, маткой еще я заметил. Есть яйца немного вот. Матка, я так считаю, это молодая. Это рой-фторак, возможно. У кого-то улетел. Расплода Расплода много у них. Это вторая рамка расплодная. Ну, и третья рамка расплодная. Здесь я вижу свежие яйца. Разновозрастной расплод. Вот. Открытый расплод. Так что вот эту семейку свободно можно было бы посадить отдельно. И на следующий год это была бы уже полноценная семья. Вот так вот здесь они сделали вот такой сот. Здесь можем, друзья, наблюдать. Сот уже коричневый. Тут у них когда-то выводился расплод. Сейчас я вот этот сот вырежу. Ну, и поставлю где-то примерно за завстанную доску. Чтобы они вот этот мед перенесли к себе в гнездо. Ну, пчелу тоже нужно обрызгать. Прямо здесь можно. Ну, и насчет клеща. Клещ я вот вижу. Клещ есть. Не сказал бы, что его много, но клещ есть. Вот. Вот. Здесь вот. Клещ есть. У передней стенки вот здесь где пластина стояла, тут его, конечно, побольше насыпано. Вот эту рамочку я поставлю к стенке. это вот у нас как бы кроющая. Кроющая рамка и далее идут три рамки расплодные. Полоску я положу потом на рамочке. Пусть действует дальше эта полоска. Чтобы не привлечь воровок, я прикрою холстиной. Ну, а этот сот я его постараюсь сейчас аккуратно как-нибудь срезать, чтобы не подавить пчелу. Расплода нет здесь. Ну вот. Сейчас здесь тоже обрызгаем эту пчелу и стрясем вулей. Ну вот так вот я положил сот. Потом я здесь все сформирую. Поставлю заставную и пчелы выберут с этого языка весь бед. Главное придать общий запах пчеле двух разных краев. Но вот эти рамочки как говорил я уже пчелу стрясаю. Эти рамочки здесь уже ни к чему. Ну вот здесь немного медок есть. Возможно эту рамочку потом оставлю. Поставлю на край когда пчелы выберут мед. В дальнейшем можно будет ее убрать. Когда пчелу буду формировать зиму. Сейчас друзья можем наблюдать то что здесь стояла ловушка. Пчелы вернулись с поля. Что-то может быть несли пыльцу нектар какой-то еще. Как поддерживающий взяток сегодня тепло. И они садятся на одну единственную ловушку потому что их выхода нет. Той ловушки нет. Семью я посадил туда. Пчела теряются. Но это пчела которая прилетает со своим нектаром пыльцой. Ее как правило пчелы пускают волей. И еще хотел бы добавить друзья про агрессию пчел. Если стоит вот такая хорошая теплая погода не ветва ничего нет. Пчела летает за взятком куда-то еще. Старая пчела вне ульи. и пчелы не проявляют такой сильной агрессии. Хотя эти пчелы как правило бывают в ловушках склонны к злобливости. Потому что это местная пчела. Сейчас допустим первый рой я пересаживал ни одна пчела не привязывалась ко мне. Не пыталась ужалить. с такой пчелой да можно работать но тоже нужно знать когда с ней работать. Плохую погоду естественно местная пчела она как бы больше проявляет агрессии. Но все равно работая с такими пчелами не забывая о модеморе как я уже и говорил что это небольшой рой поэтому и принял такое решение этого рая объединить с тем райом. Здесь видим они тоже отстроили язык какой-то рамки рамки я вижу тут вот где-то находится у них гнездышко тут пустые рамочки это очень поздний рой но здесь чуть-чуть медок есть какой-то расплод печатный чуть-чуть для запаха для объединения эту рамочку тоже как бы поставим чтобы медок пчелы выбрали здесь немножко пчелы немножко какой-то расплод с этой стороны тоже ну тоже ни о чем рамка ее тоже как бы можно ставить за завстаной вот на последней рамке сбежалась пчела так что тут ничего интересного в этом рае нет я правильно сделал решение то что я объединяю вот так вот пчела сбилась в один угол в другой пчела пугливая рамки все бросила и разбежалась по углам матку я отыскивать не буду полоску я забираю в общем пчелу сейчас я все опрыскаю и волей все 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 дела ну что продолжаем сейчас я все малометки убираю я вам показал как я объединил этих двух раев по первому раю хочу сказать первый рой в принципе он такой средненький такой он как бы выживаемый если его подготовить зиму то он перезимует с весны будет развиваться и медосбор будет полноценной семьей ну а второй рой там пчелы фактически не было этот второй рой фактически он был бы как бы ну погибель полная расплода там фактически и не было пчелы очень мало так что зимовать особо им некому было ну не знаю максимум там пару месяцев может быть просидели там бы осыпались и все ну это правильное решение то что я их объединил они просто подсилили сейчас второй рой во в том раю мы наблюдали на трех рамочек был расплод этот расплод будет выходить будет выходить и подсиливать этот расплод как бы пойдет в зимовку это расплод августовский который не участвовал в медосборе они зимуют и весной выкармливают себе подобных пчелок замену делают ну в принципе и все друзья я вам показал кому если было интересно не забываем поставить лайк мне будет это приятно кто не подписался подписывайтесь там внизу у нас подписка имеется значок колокольчик жмите его и вы всегда будете получать свежие новости с моего канала всем друзья пока и до новых встреч всем удачи пока пока удачи 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 Субтитры подогнал «Симон»